Деоккупирован и счастлив. Как украинские войска вошли в освобожденный Херсон и что это означает в контексте российско-украинской войны. Как рассыпается российская вертикаль власти и сможет ли Путин удержаться в Кремлевском дворце. Еще одна стена на границе с Белоруссией и как Лукашенко собирается отбирать европейские предприятия, а также о чем поют российские фашисты в американских джинсах. Здравствуйте, меня зовут Владимир Унец. Обо всем этом и многом другом прямо сейчас смотрите сами. С чего начать этот выпуск на сей раз у меня не было никаких сомнений. Херсон и правобережная часть области полностью под украинским контролем. Почему это важно и чего ждать дальше. Разберемся немного позже. А для начала я бы хотел, чтобы вы еще раз посмотрели вот эти кадры. Как жители освобожденного города встречают украинских военных. ДСУ! 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 Ну и просто для сравнения, напомню, как херсонцы в марте этого года встречали оккупационные войска России. Русский солдат, фашист и оккупант! День освобождения Херсона 11 ноября 2022 года без преувеличения можно назвать Днем национальной радости. Вирусным в интернете стало вот это видео, где боец сил специальных операций ВСУ с арбузом в руках передает привет украинцам из центра Херсона. 142-й центр Бритая, с Херсона! Город российские войска оставили без электричества, воды и связи, но это не помешало людям праздновать до глубокой ночи. Это Херсон, центральная площадь. О том, что российские оккупационные силы оставят правобережную часть Херсонской области было понятно довольно давно. Об этом говорили и данные украинской разведки, и сами россияне, которые при этом запугивали местное население взрывом дамбы и затоплением целых городов. Помните первое публичное выступление Сергея Суровикина и его заявление о том, что придется принимать непростые решения? Подготовка отступления из города напрягала многих обозревателей. Уж не готовит ли Путин точечный ядерный удар по покинутой территории, ведь ядерные угрозы довольно долгое время набирали обороты в кремлевской риторике. Хотя за последнюю неделю изрядно и поутихли. И вот о том, что отступать из Херсона все же будут, россияне объявили уже официально. На совещании в Министерстве обороны генерал Суровикин перед камерами отрапортовал Сергею Шойгу о необходимости вывода войск. А тот показательно это решение санкционировал. Смотрите сами. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самые главные жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск. Держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которые будут задействованы для активных действий, в том числе наступательного порядка на других направлениях в зоне проведения операции. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. Есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Непростые решения, о которых уже в который раз говорит Суровикин, нужно рассматривать с нескольких ракурсов. Первый из них политический. Помните, в конце сентября Кремль истерично и в попыхах проводил на оккупированных территориях так называемые референдумы? Херсон, кстати, единственный областной центр, который российские оккупационные войска смогли взять под военный контроль с начала полномасштабного вторжения в феврале. Помните пафосное празднование воссоединения Херсона с Россией? Помните ту речь Путина? Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Значительные военные и политические усилия. Рассказы о том, что жители юга Украины якобы мечтали о присоединении к России и теперь провальное отступление. Зачем? Все просто. Потому что Херсон, равно как и другие города, Путину не нужны. Он-то и о своих не заботится. Но в Кремле не всегда есть логика, а в логике никогда нет Кремля. Такой себе дисбаланс. Смотрите сами. Сначала Москва объявляет так называемую эвакуацию местных жителей с правого берега Днепра. Что, конечно, больше похоже на принудительную депортацию. Все это под предлогом того, что украинская армия якобы планирует взорвать Каховскую дамбу и затопить область. Хотя левый берег реки намного выше правого. Если бы дамбу действительно взорвали, то затопило бы именно его. Сколько таким образом вывезли людей, до конца непонятно. Оккупационные власти озвучивали число в 115 тысяч человек. Но депортация это только первый шаг. Затем российский Кабмин обещает депортированным жителям Херсонщины сертификаты на жилье в других регионах России. И вот, кстати, уже начинает их даже выдавать. Причем щедрость правительства здесь не знает границ. Ну, по крайней мере, на словах. Переселенным из Херсонской области людям дают сертификаты на покупку жилья в Подмосковье. Дают деньгами из расчета, что квадратный метр стоит около 1300 долларов. Так, если человек живет один, ему обещают 33 квадратных метра. На двоих 42. Если семья большая, то по 18 квадратных метров на каждого. Давайте считать вместе. Квартира 40 метров обойдется более 60 тысяч долларов. Напомню, что в Кремле посчитали, что переселили около 115 тысяч человек. Я насчитал, что жилье этим людям обойдется около 3,5 миллиардов долларов. А еще депортированным обещают дать денег на мебель и другие первоочередные расходы. Вроде бы все хорошо. О людях позаботились, как и обещали. Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России. Всей страны. Всех республик. Всех краев и областей нашей огромной Родины. Правда, обещать еще не значит жениться. Но бюджетные деньги уже явно списаны и распределены. Да здесь главное не это. На войну уже истрачены миллиарды долларов. Сотни миллиардов утрачены из-за санкций. Но вместо того, чтобы помочь гражданам своей собственной страны, в Кремле решили спасать тех, кто в спасении и без них не нуждается. Давайте на пальцах, чтобы всем было понятно. К примеру, в Иркутске продавец зарабатывает в среднем около 30 тысяч рублей. Я специально проверил объявления с вакансиями. Если не тратить ни копейки, ни на еду, ни на одежду, ни на другие необходимые товары, то продавец из Иркутска сможет купить квартиру в Подмосковье через где-то 11 лет. Получить жилье от государства законных способов у этого продавца нет. Только тяжелый труд. А ипотеку ему, продавцу, тоже взять будет очень тяжело. А еще тяжелее выплачивать. Даже если это супружеская пара, то им нужна одежда, еда, нужно платить за коммунальные услуги и транспорт. Но до продавца из Иркутска дела никому нет. А вот начать войну в соседней стране, чтобы потом за бюджетные же деньги раздавать жилье в Подмосковье жителям этой страны – пожалуйста. Но, по мнению британской разведки, Россия могла устроить так называемую эвакуацию еще и чтобы вывести значительную часть своего военного контингента под видом гражданских. Более того, эксперты Института изучения войны говорят, что часть российских военных до сих пор может находиться на правом берегу Херсонщины. Косвенно эту версию подтверждает и видео, которое попало в сеть, где один из российских солдат ратует, что отступление из Херсона – это ошибка военного руководства. Смотрите сами. Что сказать? Ну, все, что я говорил, случилось. Те, кто пытается найти этому оправдание, сравнивать это с Бородиной, еще с чем-то, можете смело их послать. Те, кто сейчас рассказывает про Павловку и сравнивает это с Херсоном, тоже можете их послать. Те, кто считает, что дальше все будет хорошо, тоже пошлите их, потому что в Крыму роют оборонные укрепления. А в одном подразделении я не буду пока называть, в каком, последний приказ был, переевайтесь в гражданку, съебитесь как хотите. Теперь, если посмотреть на карту боевых действий, то линия фронта по состоянию на 11 ноября выглядит вот так. На левом берегу Днепра российская армия действительно остроит укрепления и, судя по всему, готовится продержаться длительный период. Российское военное руководство обещает отвоевать Херсон когда-нибудь потом. И, говорит, российские группировки покинули проблемный для себя участок без потерь. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра. Несмотря на попытки противника сорвать переброску российских войск, никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств не допущено. Ну, мягко говоря, лукавят в Министерстве обороны России. Все эти десятки видео сброшенной техникой и даже есть кадры, как российские военные пешком перебегают переправу через Днепр. Смотрите сами. Ну, как я понимаю, паром оставляют на колесную технику и вообще на технику. Да, ну, не вниженную, что сделать. Пустых так-то. Красота. Они все везут. Грады, грады, блядь, погнали. Они все, они, блядь, везут. Аналогов нет. Москозетка, блядь. А тут... Тут сидел экипаж, там техника всякие, замочки, брелочки. Отступая из города, российская армия взорвала все мосты через Днепр. Вот кадры взрывов на Антоновском мосту, опубликованные российскими СМИ. Этот мост был важной артерией для поставок оружия через оккупированные территории. Поэтому его еще до этого вывели из строя украинские силы обороны. Информация о подрыве мостов подтверждает и вот эти спутниковые снимки. Причем на кадрах также видно, что повреждены не только мост, но и несколько секций Каховской ГЭС. Почему же Херсон все же оставили в покое? Версий может быть много. Но мне кажется, наиболее правдоподобное, у России просто нет сил и средств, чтобы удерживать большой областной город. Ведь при помощи реактивных систем западного производства украинская армия перерезала пути поставок вооружения и получила хоть не количественное, но качественное артиллерийское преимущество. Об этом прямо говорят даже кремлевские пропагандисты. Надо довести спецоперацию до конца и желательно до победного конца. Вопрос стал, что называется ребром, кто кого. Сразу скажу, времена непростые, все все понимают, времена тяжелые. Из-за Херсона переживаем. Решение принято, решение сложное. Нам сказали, что оно связано с желанием сберечь российскую армию. Без армии в самом деле рассчитывать на новые победы невозможно. Ну и возникшие проблемы со снабжением армии, в том числе боеприпасами, конечно, вынудили нас в том числе принять это решение. А что теперь? А теперь давайте снова взглянем на карту. Очевидно, что без ракет высокой дальности западные реактивные системы не смогут достать до складов и логистических центров с оружием во временно оккупированном Крыму. Ракеты дальностью полета до 300 километров Киев просит уже давно. А сейчас в Пентагоне говорят о том, что ведут консультации с Киевом. И вопрос предоставления ракет ATA-CMS, способных поражать цели на расстоянии 300 километров, очевидно, снова стал на повестку дня. Отступление из Херсона дает также возможность российской армии усилить свои позиции на Востоке. Уже сообщают, что в оккупированном Мариуполе даже визуально увеличилось военное присутствие России. И, вероятно, российские группировки попытаются взять под свой контроль Донецкую область, где за 8 месяцев полномасштабной войны особыми успехами они похвастаться пока не смогли. На российских федеральных каналах по поводу Херсона относительная тишина. Объяснить это можно вот чем. Дело в том, что российская автократическая машина сама себя загнала в угол, и теперь ни прокремлевские блогеры, ни журналисты не знают, как на это все реагировать. Ведь независимые оценки они дать не могут, а вот активно поддерживать отступление им не дает часть 1 статьи 280 Уголовного кодекса России, по которой можно схлопотать приличный срок за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Ведь референдумы же зачем-то проводили. И самое интересное, за критику отступления тоже можно угодить за решетку за дискредитацию российской армии. Причем по той же статье. Вот стало известно о решении Министерства обороны нашего, о том, что мы выводим войска с правого берега Днепра, то есть мы оставляем Херсон и занимаем оборону на левом берегу. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню почему. Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем Уголовном кодексе это статья 280-я, часть 1-я. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон. Это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил. Та же самая 280-я статья, только часть 3-я. Срок лишения свободы приблизительно такой же. Я в тюрьму не хочу. Ну, конечно же, удобнее всего военная фиаско на юге завернуть в обертку «Мы заботимся о жизни собственных солдат и мирного населения региона». Российское издание «Медуза» сообщается с ссылкой на собственные источники, что в Кремле уже подготовили методички, как все это подавать обычным гражданам. В Херсоне уже, кстати, действует украинская военно-гражданская администрация. Местные власти начинают работать над восстановлением инфраструктуры, а военные продолжают разминировать. Отходя, россияне оставили после себя множество опасных для жизни сюрпризов. Возвращение Херсона назвали большой победой для Украины лидеры без исключения большинства западных стран. А вот в Кремле вообще отказались комментировать эту тему. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал журналистам обращаться с этим вопросом в Министерство обороны. Но тут еще могут быть политические моменты. Нужно понимать, что побег российской армии из Херсона произошел вакурат накануне саммита Большой Двадцатки, который состоится уже на этой неделе. Таким образом, в Кремле могут намекать, что готовы начать с Киевом переговоры. Владимир Зеленский ранее заявлял, что разговаривать с Россией будет только тогда, когда Путина не будет у власти. Правда, некоторые западные издания пишут, что теперь в офисе украинского президента градус риторики по поводу переговоров немного снизили. Но Зеленский снова озвучивает тезис, что переговоры возможны только после вывода российских войск с территории Украины. Что ж, может быть, это и можно назвать смягчением риторики. А в этом контексте интересно вот что. Германия, которую часто называют Путин ферштейнерами, теперь проявляет более жесткую позицию по отношению к Кремлю. Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что на данном этапе переговоры невозможны. Мол, нельзя давать России установить мир на ее условиях. Шольца, как и его предшественницу Ангелу Меркель, часто критиковали за частые звонки Путину и попытку принудить Украину, если не к открытым территориальным, то, по крайней мере, политическим уступкам. Помните формулу Штайнмайера, которую до конца никто так и не смог объяснить украинцам? Из Киева небезосновательно оказалось, что эта формула уж больно похожа на химическую формулу природного газа. Но теперь мы понимаем, что восстанавливать газовые поставки из России Берлин не захочет никогда. Во-первых, потому что никто не любит, чтобы его шантажировали. Ну а во-вторых, потому что немцы очень прагматичны и любят надежность в отношениях, которые Россия пока предложить не может и не хочет. Все эти разговоры о переговорах начались с того, что издание «Политика» написало о том, что Байден якобы мягко подталкивает Зеленского к разговору с Путиным. Ему нужно продемонстрировать открытость. Позже Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что двери он и не захлопывал, но говорить готов только с другой, Россией. А в Белом доме практически в унисон с Банковой сказали, что пока готовности к дипломатии у Москвы не заметили. Да и сам Байден в который раз сказал, что переговоры с Украиной – это решение исключительно Украины. Так что имеет ли отступление российских войск с правого берега Днепра политическую подоплеку или нет, вы уж смотрите сами. А еще на фоне всех этих событий Украине удалось вернуть из российского плена 45 своих граждан. Особо много деталей этого обмена ни в Киеве, ни в Москве не озвучили, но украинские пленные уже вернулись домой. В США в это время, напомню, в полном разгаре подсчет голосов на промежуточных выборах. Система выборов в Соединенных Штатах очень сложная. На этих полностью переизбирается Нижняя Палата, часть Верхней Палаты и треть губернаторов. Почему это важно для Украины и что это может означать для Москвы? Москва очень ждет смены политического большинства в Вашингтоне, надеясь, что республиканцы сократят или вовсе прекратят помощь Украине, и тогда у так называемой специальной военной операции будет совсем другой исход. Но, как это часто бывает, в Москве выдают желаемое за действительное. Объясню, что к чему. Часть республиканцев, яростных сторонников Дональда Трампа, действительно разыгрывают украинскую карту. Мол, из-за поддержки Украины страна сильно испортила отношения с Москвой, а еще беспрецедентные санкции привели к сильной инфляции и, соответственно, росту цен. Но, во-первых, далеко не все республиканцы-трамписты. В таких в рядах партии меньшинство. Во-вторых, все ключевые фигуры в их лагере как раз за то, чтобы помощь Киеву даже увеличить. А еще уже сейчас понятно, что в Сенате, а он играет ключевую роль в принятии решений, уже точно побеждают демократы. Так что Байден не останется в политическом одиночестве на капиталистском холме, даже при том, что, похоже, в Нижней Палате республиканцев все же будет небольшое преимущество. Ну, а что касается инфляции и цен на ключевые товары, экономисты оптимистично смотрят на ситуацию. Говорят, похоже, рост цен, вызванный российской агрессией, удалось обуздать. И да, по данным последних опросов, большинство населения Америки поддерживает Украину и выступает за предоставление Киеву военной помощи. О том, что пока России не удалось шантажом склонить Запад на свою сторону, говорит и тот факт, что Путин не приедет на саммит Большой Двадцатки, а вместо себя пришлет министр иностранных дел Сергея Лаврова. Он же давно исполняет функцию такого себе мальчика для битья. Помните, на встрече министров иностранных дел G20 в июле этого года Лавров столкнулся с тотальным игнором со стороны своих коллег. Глава японского МИД Есимаса Хаяси даже отказался присутствовать на торжественном ужине, чтобы случайно не оказаться за одним столом с официальным представителем страны-агрессора. А сам Лавров тогда вынужден был с позором покинуть встречу, не дождавшись ее завершения. Так что и в этот раз перспективы российского министра иностранных дел далеко не радужны. В Евросоюзе и Великобритании уже заявили, что будут бойкотировать Лаврова и в этот раз. Все, чтобы продемонстрировать свое отношение к преступлениям и злодеяниям, которые Россия творит в Украине. А вот Владимир Зеленский на саммите выступать будет. Это уже официально подтвердили на Банковой. Хотя в каком формате пока не уточняют. Скорее всего это будет онлайн, что уже стало традицией для украинского президента. Ведь с начала полномасштабной войны Зеленский ни разу не покидал территорию Украины, даже с короткими визитами. А еще эксперты с все большей уверенностью в последнее время говорят о том, что вертикаль власти в России рассыпается. И отступление российских войск из Херсона еще один мощный удар по креслу под Владимиром Путиным. Давайте разбираться по порядку. И начну я вот с этой цитаты. Сдан русский город. Столица одной из областей России. Такая же, как Белгород, Курск, Донецк или Симферополь. Если вам все равно, то вы не русский. Русские сейчас сжимают зубы от боли. Рыдают и страдают так, как если бы у них вырвали сердце. Убили бы их детей, братьев, матерей и жен у них на глазах. Если вам не больно сейчас, вы ничтожество. Власть, она несет ответственность за это. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем правителю абсолютную полноту власти. А он нас всех, народ, государство, людей, в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя нечистью и плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает, тогда его ждет судьба царя дождей. Это цитата пропагандиста и идеолога русского мира Александра Дугина, ярого сторонника войны против Украины. О чем он говорит? Дугин ссылается на работу британского социального антрополога Джеймса Фрезера «Золотая ветвь». В книге «Царю дождей» его же соплеменники вспарывают живот, если тот не может дать им осадков. Что это? Призыв к убийству Путина? Думаю, нет. Но то, что в Кремле что-то пошло не так, совершенно очевидно. Нужно понимать, что Дугин выдал этот текст вслед за чередой критики в адрес российского президента со стороны Пригожина и Кадырова. Открыто критиковать Путина в предыдущие годы не мог никто, ну точно никто из его лагеря. А вот сейчас, чем дольше идет полномасштабная война в Украине, чем больше провалов терпит коррумпированная и немотивированная российская армия, тем чаще мы слышим нападки на самого хозяина Кремля. Очевидно, что в окружении Путина все больше вопросов, куда идут сотни миллиардов долларов, которые уже истратили на войну и почему Украина до сих пор не сдалась. И даже российские пропагандисты все чаще позволяют себе открывать рот и требуют от Кремля и высшего военного командования бросить все силы на войну против Украины. Один из них Владимир Соловьев, который призывает к полной мобилизации и даже увольнению высоких чиновников после Херсонского фиаска. В контексте этой публикации Дугина я хотел бы также вспомнить об убийстве его дочери, которая, кстати, как говорил сам Дугин, случайно оказалась в его машине. Есть ли связь между этими событиями, станет понятно только после окончания войны и смены власти в России. А пока предлагаю просто держать этот факт в памяти. Показательно также, что Дугин снимает ответственность за военные провалы с генерала Суровикина, которого недавно назначили ответственным за войну против Украины. Мол, он не политик, он отвечает за техническую сторону фронта. Хотя и Кадыров, и Пригожин, с которыми в одну дудку теперь поет Дугин, раньше с удовольствием критиковали военные провалы другого российского генерала Александра Лапина, на смену которому, собственно, Суровикина и поставили. Еще интересная деталь. После провальной попытки прорыва украинской обороны в районе Павловки, что возле Углидара Донецкой области, военные и 155-й бригады морской пехоты пожаловались на своих командиров. Мол, потеряли 300 человек и половину всей техники, которая у них была из-за плохо спланированного наступления. Причем тут Путин и его вертикаль власти, спросите вы. Что ж, вопрос справедливый. Но давайте обратим внимание на то, кому именно пожаловались. Губернатору Приморского края Олегу Кожемякову. О том, что это не вброс украинских спецслужб, свидетельствует тот факт, что российский пропагандист Вайнкор Садков в своем телеграм-канале также написал, что Кожемяков пообещал разобраться с ситуацией. Еще раз, недовольные военные критикуют своих командиров и жалуются. Не министру обороны Шойгу, не начальнику генштаба Герасимову, а губернатору Приморского края, который обещает разобраться в ситуации. Как? Каким образом он может повлиять на военные решения? Ведь это совершенно не его компетенция и не зона его ответственности. Вы уж смотрите сами. Эксперты говорят о том, что Путин пока себя чувствует вполне уверенно, потому, что простые россияне еще не почувствовали всей экономической боли от западных санкций и благодаря тому, что пока Москва буквально руками удерживает российскую экономику. Ну, понятно, продавая газ и нефть, которых в России очень много. Но как только через полтора года-год экономика все же начнет рушиться, дела у Путина пойдут намного хуже. Ведь даже объявленная им мобилизация уже настроила против войны даже вполне лояльные Кремлю слои населения. Поддерживать войну, на которой смотришь через экран телевизора, намного легче, чем когда ситуации судишь из бойницы, мокрой и холодной траншеи в чужой стране, где тебе никто не рад и вероятность погибнуть стремительно близится к абсолютным. Еще один очень важный факт. Министр обороны России Сергей Шойгу впервые оказался в тройке самых непопулярных российских политиков. Его рейтинг с начала военного вторжения в Украину упал на треть. Такой вывод можно сделать на основе данных даже вполне подконтрольных власти социологических исследований. Если даже они говорят о негативной динамике в рейтинге действующего министра обороны, то можно только догадываться, что россияне думают на самом деле. Как минимум актом отчаяния выглядят попытки российской власти привлечь к войне вообще не имеющих к ней никакого отношения должностных лиц. Помните, в середине октября Путин создал специальный координационный совет, который возглавил российский премьер Михаил Мишустин. Обратите внимание. Статья 92.3 Конституции России гласит, что во всех случаях, когда президент не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет премьер-министр. Это ставит Михаила Мишустина в выгодное положение, если по каким-то причинам Путин выпадет из обоймы. Уж не говорит ли это попытка возложить ответственность за войну и на Мишустина о том, что Путин таким образом хочет обезопасить себя. А ведь Мишустин приложил достаточно много усилий для того, чтобы простые россияне не почувствовали, подчеркиваю, пока не почувствовали, на себе всю силу западных санкций. Поверьте, при случае он не забудет об этом упомянуть. Очень интересно также, что Суровикину не дают спокойно дышать, руководя военной операцией против Украины. В процесс координации вовлекаются все новые лица и необязательно имеющие боевой опыт или хотя бы военное образование. Вот, например, бывший заместитель главы правительства России и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил государственному агентству РИА Новости, что возглавил теперь группировку военных советников на войне с Украиной. Мол, теперь будет заниматься инспекциями военных группировок так называемых ЛНР и ДНР. Боевого опыта у Рогозина нет. Что он может инспектировать и как это поможет войне, пока непонятно. Об отсутствии единого подчинения у представителей разных российских вооруженных структур, участвующих в войне в Украине, говорилось уже не раз. На фронте действует одновременно регулярная армия, подразделения Росгвардии, наемники из Чечни, подчиняющиеся лично Рамзану Кадырову, ну и, конечно, Пригожинская ЧВК Вагнера. И каждый из них делает, что хочет. Российские военные уже открыто жалуются на то, что часто погибают под шквалом дружественного огня, о чем я рассказывал в прошлой программе и повторяться не буду. Пригожин и дальше продолжает уверенно комплектовать свою частную военную компанию. Во многом за бюджетные, между прочим, деньги. При этом открыто заявляет о том, что они снабжаются лучше, потому что и воюют лучше. Ну, стоит ли упоминать, что наемники подчиняются лишь тому, кто им платит, даже если платят из государственного кармана. Так что какова вероятность того, что в какой-то момент Пригожин не использует свою частную армию против самого Путина, даже если используют и только для шантажа. Смотрите сами. Ну, а секретарь российского совбеза Николай Патрушев в тем временном съездил в Иран. Поехал покупать баллистические ракеты, о разработке которых охотно хвастает Тикеран. Это очень быстрая система, способная маневрировать как в атмосфере, так и за ее пределами. Это означает, что новая иранская ракета может обходить как наземные, так и супердорогие воздушные системы ПВО, которые способны сбивать ракеты за пределами атмосферы. Мне кажется, даже через десятки лет вряд ли кто-то сможет разработать технологии, способные противостоять этим ракетам. Что более важно, мы можем наводить, по каким целям должна ударить эта ракета. Особенно это касается систем противоракетной обороны противника. Иран недавно признал, что все же продавал России дроны-камикадзе, которыми она теперь бомбит Украину. Она теперь еще может подставить Кремлю и гиперзвуковые ракеты. Но удачно ли я съездил за покупками патрушев? В интернете их встречу засветили иранские же провластные информагентства. Интересно, что сообщения об этом визите были написаны на английском языке, то есть ориентированы совершенно не на внутреннюю аудиторию, а явно на США и Великобританию. Для Москвы демонстрация сближения с Ираном важна, чтобы показать, что у них есть союзники в борьбе с выдуманным в Кремле же фашизмом, который якобы процветает в Украине. Ну а Тегеран, в свою очередь, хочет продемонстрировать, что вместе с Россией будет противостоять сионизму. А тут давайте вспомним про Израиль. В Иерусалиме долго воздерживались от оказания военной помощи Украине, хотя вторжение России на территорию суверенной страны осуждали. Москва этим удачно пользовалась. А будет ли теперь мириться Израиль с ракетным союзом между Москвой и Тегераном? Поживем-увидим. Но симбиоз борцов с фашизмом и сионизмом выглядит как минимум странно. Кстати, о фашизме. Давайте посмотрим вот это короткое видео. По центру принятия решений на Вашингтон! Полетное задание в ракеты «Сармат» на Вашингтон! Весь «Сармат» по городам врага на Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Это действо было заявлено как марш на Вашингтон. Его участники требовали ударить ядерными ракетами по США. Кто организовал этот марш? Организация под громким названием «Национально-освободительное движение России». Коротко, НОД. Это такое ультраправое объединение, которое исповедует... Сложно сказать, что оно именно исповедует... Но декларирует, что после развала Советского Союза Россия фактически попала в американскую оккупацию. И все, что происходит сейчас в России, плохого от коррупции до инфляции, все по вине Вашингтона. В этом марше прекрасно, конечно же, все. От надувной баллистической ракеты до красных флагов, давно канувшего в лету СССР. Которые вместе с флагами цвета святого великомученика и победоносца Георгия. Советский атеизм и имперский религиозный фанатизм в одном флаконе. Участники шествия одеты в американские джинсы и запевают переделанную на свой лад песню британской группы «Квинн». Их даже не смущает то, что автор и исполнитель песни был открытым гомосексуалом, а их движение пропагандирует гомофобию и диктатуру. Странная картинка, непонятно для кого созданная. Во-первых, потому что если бы это увидели фашисты, с которыми так рьяно борется Кремль в Украине, то они бы как минимум очень удивились. Во-вторых, такая картинка точно не на руку российскому народу, которому будет все сложнее дистанцироваться от ответственности за политику кремлевского режима. Но, как я уже говорил, логика, похоже, не самое сильное место российской власти. А теперь я бы хотел сказать несколько слов об импортозамещении. В Воронеже из-за дефицита импортного оборудования приостановил работу местной крематории. Его руководство говорит, что из-за санкции теперь невозможно приобрести комплектующие для кремационной печи чешского производства. Однако представители других ритуальных структур спешат успокоить россиян и утверждают, что остановка печей и крематориев из-за санкций России не грозит. Где-то уже начали чинить иностранное оборудование самостоятельно, ну а где-то нашли ему замену. А в Украине тем временем набирает обороты процесс создания морских беспилотников. Сбор денег на такой флот объявил лично Владимир Зеленский. После захода украинской армии в Херсон украинцы пожертвовали достаточно, чтобы создать первый надводный беспилотник. Хотя первый ли? В конце октября морские дроны атаковали российские военные корабли в Севастополе и даже нанесли им значительные повреждения. О том, что это были дроны, говорят и сами российские военные и некоторые независимые эксперты. А Украина официально не подтверждает, что несла удар по Черноморскому флоту России, но и не отрицает этого. Морские дроны намного дешевле традиционных кораблей и могут нанести значительный ущерб. В Кремле за ту атаку обвинили Великобританию. Молода их военные тогда руководили операцией. Лондон назвал эти обвинения абсурдными, а военные аналитики говорят, что Украина и сама вполне способна создавать такую технику, а потом использовать ее на поле боя. Россия попыталась воспользоваться ситуацией, чтобы сорвать зерновую сделку, но Путина тогда утихомирил президент Турции Реджа Пердоган. Кстати, согласно международных конвенций, военный флот является законной целью во время ведения боевых действий. А вот гражданская инфраструктура, по которой бьют российские войска, оставляя целые города без тепла и света, нет. Такие действия носят признаки военного терроризма, когда в страхе удерживают миллионы людей. А Украина вслед за странами Балтии и Польши решила возвести стену на границе с Белоруссией. Естественно, как по мне желание, когда с ее территории и началось то самое полномасштабное вторжение российских войск в феврале. Александр Лукашенко при этом и дальше читает мантру о том, что Беларусь ни с кем воевать не хочет, а только на нее саму хотят напасть страны НАТО, чтобы поработить, ну и нанести удар в спину России. События, которые сегодня развернулись вокруг Белоруссии и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов, последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности. В итоге эта целенаправленная политика привела к военному конфликту в Украине. Уверен, что в ходе учебы в военных вузах вы внимательно изучали развитие военно-политической обстановки и отлично понимаете происходящее на наших западных границах. Под видом усиления защиты Европы и разного рода оборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Военные это видят. Более того, в последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, более того, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, ну, история повторяется, через Украину и через Беларусь. Видимо, новоявленные крестоносцы из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного броска на восток, забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников. С западными странами на земле и в воздухе активно ведется разведка, осваивается военная логистика, проводятся учения, перебрасываются техники и запасы из других регионов, параллельно увеличиваются военные бюджеты. Россия и Беларусь в очередной раз продлили учения региональной группировки войск так называемого союзного государства на украинской границе, ну, как минимум до 21 ноября. О чем это говорит? Смотрите сами. Только вот предыдущие учения, союзная решимость и завершились. Тем самым полномасштабным вторжением 24 февраля. Пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, Лукашенко все время пытается продемонстрировать, что упорно занят развитием собственной экономики, и все, что происходит за пределами Беларуси, ему мало интересно. Хотя нет, как и Путин, он все время говорит о необходимости импортозамещения, и даже кричит, что нужно выгонять из Беларуси иностранные компании, которые по каким-то причинам оттуда еще не ушли сами. Дома надо строить. Проект, по-моему, у россияне что-то делают подобное. Делают подобное россияне, и к нам хотели заходить литовцы с этим проектом. Чтобы я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финнов и прочих. Мы знаем, как они заходили, и как они побросали все и повыходили. Мы знаем это. И сейчас, не хочу называть предприятие, уже мне сигнализируют, что одни сбежали финны, а литовцы бегают, ищут. Как это, чтобы не бросить предприятие, а его хорошо продать? Так вот, они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано. Вот и все. Ну, а известный на весь мир стритат художник Бэнкси представил несколько своих последних работ граффити в Киевской области. На стене разрушенного российской армией жилого дома в Бородянке изображена гимнастка, стоящая на руках среди бетонных обломков. На другой нарисован, очевидно, Владимир Путин в кимоно для дзюдо, которого перебрасывает на спину маленький мальчик. А третья картина гимнастка в шейном бандаже с лентой в руках танцует над дырой в стене одного из домов в Верпене, где российские солдаты совершили массовые военные преступления. Ну, а на этом пока все. С вами был Владимир Унец. Увидимся.